Девушки отдыхают Ну, в армянской принято дарить деньги, а в русской там просто дарят, наверное, ничего. Конверты пустые? Да. А почему, как ты думаешь, на свадьбе кричат горько? Ну, потому что они, например, пьют какой-то напиток, думают, ну, нормально, потом... Горько! Скажи мне, когда едешь в лимузине, стрелять можно? От радости. В Москве. Ну, если они только пьяные, они могут вот так вот заховывать музыки. Они могут дать пистолет и... Вот вам послали, давай, давай, и свалили. И пошли сюда, дорогой. Почему бывают драки на свадьбах? Ну, из-за жены или из-за того, что не те кольца заказывали. Заказывали вот такое кольцо, а привезли другое. Почему на свадьбах на некоторых дерутся? Ну, я думаю, там, вдруг там вот один человек, хоть любит, уже женится, да? А другой человек, зная свою знакомую, вдруг, так вот, она ему понравилась. И говорит, эй, давай я поженюсь, а ты в другой раз поженишься на какой-то другой. И она говорит, слушай ты, это уже моя жена. И как начинается драка? Для чего люди надевают друг другу кольца на руки? Чтобы, ну, это знак любви. Вот когда кольца надевают на свадьбу, потом их можно снимать? Если в другом городе каком-то. Если он появился, например, в Москве, сразу ехал в другой город, и там уже можно снимать. А вот можно, когда, допустим, колечками обменялись, потом эти колечки можно снимать когда-нибудь в жизни? Нет, 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 даже когда плаваешь. Потому что есть такие тренеры под плаванием? Нет, ну, даже если все равно кот потерял, мой папа иногда потерял кольцо, он покупал новое. А папа кольцо терял обычно в поездках каких-то, в командировках? Нет, он у него где-то как-то на кухне. Одна в батарею залезла, поломалась на кусочки, потому что расплавилась. А вот когда обручальные кольца надевают, можно ли потом их когда-нибудь снимать? Только если разводятся люди, очень сильно разводятся, они могут даже его выкинуть. А скажи мне, а вот можно, например, приехал в другой город, ну, кто-нибудь, жених там или невеста, и подумала, надо бы мне развестись. И сняла кольцо. А потом приехала домой и думает, да нет, не буду разводиться, и обратно надела. Можно так? Потому что люди, даже не все, любить друг друга. Даже если самый уродливый человек. У меня девочка в школе, она, конечно, не соображает, но я с ней дружу. Скажи мне, что такое брак по расчету, Ника? Ну, это же, как сказать, это же не может 17-летняя девочка жениться на дедушке, которому 70 лет. А вот у меня написано, что Дмитрий Дибров и Александр Гордон считают, что может. Они неправильно считают. Скажи мне, что такое брак по расчету, знаешь? Брак по расчету, это когда жена нашла мужчину, который мужчина, он богач. И она за него женится, потому что у него куча денег. Скажи мне, ты бы мог жениться на женщине, у которой очень много денег? Да, мог. И купил бы себе машину «Бугатит». Это было мнение наших детей. Спросите у своих, что они думают по поводу свадьбы.